Объемы удешевленного горючего для Павлодарской области запросили в Минэнерго. Часть дизельного топлива Павлодарские аграрии недополучили. Подвел один из операторов. Это более двух тысяч тонн, хотя деньги вернул. Но местные сельхозпроизводители говорят, льготная солярка по низкой цене нужнее. Оперативные данные по посевной изучила Ольга Шкрет. В регионе уже посеяно 95% пшеницы, высажено 98% картофеля и других овощей, ячменя, почти 90% масличных. Уже приступили к самым теплолюбивым растениям – просу и гречихи. Что касается последней, Павлодарская область занимает первое место в республике по площадям. Но в прошлом году урожайность была низкая. Этой весной хотят засеять 58 с лишним тысяч гектаров. Практически на уровне 2019-го. Рассчитывая при этом на благоприятные погодные условия. С ГСМ было проблемы немного. По инициативе у нас заместителя Акимова области было направлено письмо в Министерство энергетики. И оттуда объем, который был выделен 1400 тонн на июнь месяц, договорились, что будет отпускать не с Атаравского завода, а с Павлодарского нашего. Если с Атаравского завода, там проблема была 22 тенге железнодорожный тариф. И получалось это ГСМ практически равно той коммерческой цене. Оно удорожание было на 22 тенге. Если сейчас они брали бы, берут по 150 тенге литра, то получилось бы 169-170 тенге литра. Всего из 19100 тонн удешевленного дизельного топлива, выделенного на пассивную, заявки поданы на 18,5 тысяч. Оплачено более 15 тысяч. Аграриями вывезено свыше 13 тысяч тонн. Операторов, как известно, двое. Еще один, столичный, объемы сельхозпроизводителям не поставил. Вернул деньги. Оставшиеся, которые не дополучили, 2-300 тонны, направлено письмо. И, возможно, будет дополнительно выделено этот объем. Из-за того, который не додал, возможно, эти, потому что деньги он вернул сельхозникам, но ГСМ-то мы не дополучили. Поэтому этот объем, который 2-300 тонн, соответственно, будет, если положительный вопрос решится, мы дополнительно выделим потом кристианам. Одновременно уже начали протравку против саранчи. Прожорливое насекомое активизировалось на две недели раньше, из-за теплой весны. В управлении сельского хозяйства, говорят, в этом году наблюдается биологический спад. Планируют провести обработку от нестадного вида вредителя на площади в 5636 гектаров. Подрядчики Павлодарский и Шимкента управиться обещают за неделю.